Всем привет! С вами снова стать консультантом на ФЛЭС. И сегодня с вами я, Анна Сайкян, преподаватель курса структурирования для кейс-интервью на ФЛЭС и кейс-коуч. И также наш герой Ренат, которого сегодня я буду коучить для прохождения кейс-интервью. Ренат, привет! Привет, Анна! Окей, тогда начнем. Я немножко сейчас расскажу про формат. То есть мы будем это делать не в формате интервью, а в формате коучинга. То есть периодически мы будем останавливаться и обсуждать какие-то детали, подходы. Вот, соответственно, начнем тогда с кейса. Собственно, наш клиент – это инвестор, который хочет запустить скоростной маршрут поездов из Матрида в Барселону. Нам нужно помочь ему решить, стоит это делать или нет. Окей, интересный кейс. Мне кажется, я как раз ездил по этому маршруту в Матрид-Барселона. Вот представь, что его еще нет. Хорошо. Вот, а так перед нами стоит задача, стоит ли это делать, открывать скоростной маршрут Матрид-Барселона. Я бы хотел задать несколько уточняющих вопросов. Первое – насчет нашего инвестора. Вот я бы хотел понимать, какие перед ним стоят цели. Чего он хочет достичь от открытия проекта. Да, хороший вопрос, правильный. Первое, что мы делаем – это уточняем цель или критерии успеха. Соответственно, здесь у меня будет ответный вопрос к Ренату. Как ты думаешь, какие критерии успеха являются такими базовыми для инвестиционных проектов? Хорошо, я думаю, мы будем смотреть на ERR и NPV этого проекта. Что еще может быть критерием успеха? Я бы пил это на финансовый и не финансовый показатель. С точки зрения финансов это ERR и NPV. С точки зрения не финансов, возможно, перед ним стоит какие-то социальные обязательства или социальная миссия, которую он хочет донести. Да, также это может быть что-то связанное с увеличением своего бренда ворнесс, если у инвестора есть какая-то компания. И, в принципе, может быть ряд других нефинансовых целей, которые обычно уточняются впоследствии интервьюера. Здесь хотелось бы сразу сказать, что в кейсах обычно применяют, как правильно сказал Ренат, NPV и ERR. Также может быть Payback Period или ROI. Мы не будем углубляться в детали, я просто советую нашим зрителям почитать более подробно, тем, кто с этим не знаком, потому что знают, что это может быть на интервью, могут спросить об этом. Хорошо, соответственно, у нас более легкая задача, то есть как раз у нас целью является Payback Period. Есть ли еще какие-то вопросы? А Payback Period, какой интересует нашего инвестора? Да, нужно, чтобы он был не больше, чем 5 лет. Окей, не больше 5 лет. Хорошо, мы поняли по целям, а теперь я бы хотел уточнить, есть ли какие-то ограничения временные на наши цели? То есть, хорошо, 5 лет Payback Period, как долго будет строиться этот маршрут? Да, маршрут мы не строим, то есть это вот, наверное, то, что мы дальше обсудим, но мы покупаем поезда, которые будут строиться год, ну, производиться. Окей. Соответственно, заплатить мы должны за них сейчас, получим и сможем запустить мы их через год. Окей. Соответственно, 5 лет считается от начала инвестирования. Да, все правильно. Хорошо. Я понял по целям. Сейчас я думаю задать еще какой-то вопрос или перейти к структуре. Давай, вот здесь, наверное, тоже немножко помогу, то есть, мы сейчас на первом этапе, да, то есть, обычно это называют открытие кейса. Я советую всегда своим студентам делать как минимум две вещи на открытии. Первое, это уточнить цель, то, с чем Ренат, собственно, отлично справился. И второе, это понять, как работает то, что мы будем анализировать. Если это бизнес, мы спрашиваем про бизнес-модель и про некоторые детали инвестирования, в нашем случае, да, чтобы понять, какие у нас будут инвестиции, что у нас пойдет в операционные сдержки и откуда мы будем получать деньги. То есть, что будет являться основным ременью стримов, одним или нескольким. Окей. Да, я просто в общем виде представлял, как это работает, наверное, очень хороший поинт, что я не до конца представляю, то есть, вот ты сказал, что мы покупаем поезда, и дальше я все равно не до конца понимаю, как мы делаем деньги, поэтому давайте исправлюсь. Я бы хотел уточнить, а как мы собираемся делать деньги в этом проекте? То есть, мы покупаем поезда и дальше, вот что с ними происходит, как они генерируют нам выручку? Мы будем генерировать основной поток выручки за счет продажи билетов пассажирам, то есть, основной бизнес – это пассажироперевозки. У нас будут, естественно, дополнительные ремнистримы в виде рекламы или в виде продаж ресторана пассажирам, но мы это учитывать не будем. Твоя задача – учесть Payback Period, используя только кэшфлоу от пассажироперевозок. Также мы затронули инфраструктуру, то есть, ты говорил про рельсы, да, здесь нужно заметить, что мы не будем строить рельсы, мы будем использовать текущую инфраструктуру, которая есть у текущего перевозчика, то есть, будем просто арендовать. Соответственно, эти расходы у нас где окажутся? В операционных? Да, в себе. Окей, то есть, мы будем использовать текущую структуру. Я бы еще хотел понять масштаб бизнеса, то есть, мы понимаем, сколько поездов мы хотим купить. Это у нас уже определенный проект или нам сходя кейса предстоит это решить? У нас будет цифра, но ты получишь ее немного позже. Давай пока поговорим про концепцию. Хорошо. То есть, насколько я понял текущую концепцию, поезда будут ходить по маршруту Мадрид-Барселона, они будут скоростными, и, собственно, мы будем покупать эти поезда, или их строить, и они будут курировать по маршруту, причем инфраструктуру мы будем арендовать. Да. Хорошо? Я думаю, мне все понятно. Отлично. Нарисуем структуру? Да. Сейчас я возьму минуту, чтобы нарисовать структуру к этому кейсу. Первое. Мне кажется, структура должна учитывать все то, что мне дали. Итак, что мне дали? Мне сказали, что ключевой показатель эффективности – это Payback Period. Я расписываю, из чего он состоит. Он состоит из операционного кэшфлоу, который мы получаем ежегодно, и инвестиций, которые мы делаем. Вот, если мы поделим средний операционный кэшфлоу, сейчас, мы должны поделить инвестиции на операционный кэшфлоу, чтобы получить Payback Period. Проверяем, если мы инвестируем 10 рублей, получаем 2 рубля каждый год, получаем 5. Да, это правда. Окей. Значит, в моей структуре я буду смотреть на два показателя. Это инвестиция, которую мы делаем, и операционный кэшфлоу, который мы будем получать. И второй момент. Я бы, думаю, включить риски, потому что их всегда включают структуру. Вот, обычно я включаю альтернативы, но так как тут их нет, нам просто говорят, вот этот проект, поэтому просто будут риски. Окей. Теперь внутри структуры, наверное, каждую из двух компонентов нужно разбить. Если с инвестициями все понятно, то операционный кэшфлоу нужно разбить на две составляющих. Это выручка и издержки. Дальше выручка бьется на число пассажиров, на среднюю выручку с пассажира. А издержки бьются, наверное, на три компонента. Здесь будет это люди, техобслуживание поездов, инфраструктурные платежи и прочее, на всякий случай. Хорошо. Вот такая будет моя структура. А в моей структуре я буду смотреть на две вещи. Это payback period и риски, которые сопряжены с нашим решением. Посмотрим на payback period. Он состоит из двух вещей. Это инвестиции, которые мы совершаем, и операционный кэшфлоу, которые мы будем получать. Соответственно, из чего состоит операционный кэшфлоу? Он состоит из выручки минус издержек. Выручка – это что? Это количество пассажиров, которые мы перевозим, умножить на среднюю выручку с пассажиром. Издержки я бы разбил их на четыре основного блока. Это издержки на людей, на техобслуживание, на инфраструктуру и прочие издержки. Так, хорошо. А в инвестициях, соответственно, сидят те инвестиции, которые мы должны сделать. Да, а что именно там сидит? Это издержки на покупку поездов. То есть это поезда умножить на среднюю стоимость одного поезда. То есть количество умножить на стоимость. Да. Так, хорошо. Ну, что касается структуры Рената, она достаточно подходящая для данного кейса, потому что это инвестиционный кейс с четко определенным критерием. Это значит, что, скорее всего, нам не стоит смотреть альтернативы, потому что у нас уже есть критерии, на которые мы можем ориентироваться. Также, что касается рисков, Ренат прав. Их включают почти во все структуры, но не надо злоупотреблять этим. То есть могут быть структуры, где риски не подходят. То есть, либо они там менее приоритетны, чем какие-то другие компоненты. В данном случае риски однозначно нужны, потому что, когда мы говорим про инвестиционный проект, мы всегда должны учесть какие-то риски. Что касается самой структуры, она сделана неплохо, она миссия, она сфокусирована на ответе на наш вопрос, так как основная задача была в определении по его вперед, соответственно, Ренат сконцентрировался на этом. Единственный комментарий у меня бы был по поводу детальности. Конечно, это зависит от того времени, которое вам предоставлено на прорисовку структуры, но теоретически можно было бы добавить сюда больше деталей, как минимум инвестиции прописать, то, чтобы риски накидать, там 2-3 основных риска, которые, как вам кажется, должны быть в этой индустрии. И там более детально расписать косты. И здесь еще сразу, это вот по поводу самой структуры. Дальше, здесь у тебя перемены косты? Ну да, у меня основные перемены. А почему нет постоянных? Я подумал, что все постоянно будут в инвестициях. Почему? Ну, хорошо, это... Давайте, это, кстати, такой достаточно распространенный момент. Я не скажу, что это ошибка, но чаще в кейсах смотрят инвестиции отдельно, и все операционные сдержки отдельно. Фиксированные сдержки – это тоже операционные. Поэтому нам лучше вычитать их из нашей выручки, когда мы считаем операционный кэш-флог. Соответственно, я бы все-таки внесла фиксированные издержки сюда. И давай подумаем, а инвестиции – это разовое. То есть, соответственно, чем отличаются инвестиции от фиксов? Фиксы – это наши постоянные издержки, которые не зависят от объема выпуска или предоставляемых услуг. Переменные, соответственно, зависят от объема. А инвестиции – это то, что мы делаем разово. То есть, мы один раз купили поезда, и это наша инвестиция. Соответственно, давай подумаем, что у нас будет включаться в постоянные издержки в этом бизнесе. Смотри, я назвал четыре бакета. Наверное, они включали в себя как переменные, так и постоянные. Это люди техобслуживания, аренды инфраструктуры и прочее. Скорее всего, что-то сидит впрочем, что большое, чего я не назвал. Но так нельзя делать. Прочее обычно – это то, что у нас занимает меньший процент, чем все остальные блоки, которые вы назвали. Понимаете, да? То есть, если, например, мы скажем, что зарплата у нас 40%, мы не можем ее включить впрочее, потому что это почти что половина наших издержек. Окей. Я бы посмотрел, мне кажется, я забыл какие-нибудь платежи государства за то, что мы, получается, мы же будем только единственным поездом, который будет ходить, скоростной. Ну да, все верно. Ну, предположение такое. Какие-то лицензионные платежи. Я думаю, что это будет, скорее всего, в фиксированных издержках. Хотя здесь тоже может зависеть. Допустим, мы должны платить за объем перевозок, тогда это будут перемены. Но, насколько мне известно, большая часть каких-то подобных платежей, они всегда фиксированных сидят. Что? Ты слышал про такое понятие, как SG&A? Да, SG&A. Selling general and administrative expenses. Да, все верно. Они у нас здесь применимы? Ну, люди сидят. Ну, хорошо, офисы и, возможно, издержки на продажу этих билетов. Да. Ну и также наша IT-инфраструктура, наши бухгалтера, юристы. SG&A применим практически везде. Отличаться будет, скорее, то, что в него входит. Почти везде мы платим за бухгалтерию, мы платим за какие-то юридические издержки, есть какие-то коммерческие издержки. Это все сидит в SG&A. Поэтому практически в любом бизнесе стоит этот издержек называть. И еще хотелось бы сделать комментарий по поводу переменных костов. Как думаешь, какой есть очень важный переменный кост, который мы не назвали? Ну, это, собственно, топливо, на котором они ездят. Да, все верно. Ну, то есть, либо электроэнергия. Да, да, да. Ну, странно, что этого нет, конечно. Давай добавим. Окей. Так, и давайте посмотрим на то, что у нас получилось. То есть, у нас есть фиксированные издержки, есть переменные издержки, и отдельно у нас есть инвестиции, про которые мы сейчас тоже более подробно поговорим. Ты сказал, что покупка поездов будет в инвестициях. Это, это верно. Но, скорее всего, чтобы запустить бизнес, нужно еще во что-то вложиться, кроме того, чтобы купить поезда. Давай подумаем, что может быть в инвестициях, кроме того, что мы уже указали. Окей. Чтобы ответить на этот вопрос, я бы хотел лучше понимать вообще процесс. Вот сейчас есть какие-то магистралы, ЖД-рельсы. Мы хотим на них поставить поезда, мы хотим начать курировать, так? Нужно понять, я бы бил на то, как это будет происходить, и что нужно для этого построить, чтобы это происходило. Да, отлично. С поездами все понятно. Я бы посмотрел платформы, потому что люди должны заходить, как-то оплачивать. То есть, первое, это физические платформы, а второе, это IT-платформы, на которой будут управлять продажами билетов. Да. На самом деле, все верно. Здесь как раз-таки можно в общем это назвать инфраструктурой. То есть, не разбираясь в этом бизнесе, мы не должны называть детали, да, то есть, мы не должны сказать, что именно нам нужно строить, да, но как минимум понимание того, что нам нужно поработать над инфраструктурой, и скорее всего, нужно туда вложить, даже несмотря на то, что она есть, такое понимание нам нужно показать. Поэтому я бы здесь еще добавила пункт инфраструктура, который будет в себя содержать все доработки текущей физической инфраструктуры, ну и так же можно сказать, что она включает в себя всю IT-инфраструктуру, которую надо построить. Вот. С этим, в принципе, да, тоже разобрались. Что еще может быть? В инвестициях? Да. Окей, мы назвали физическую инфраструктуру и IT-инфраструктуру. Ну, даже можно тоже включить в IT-инфраструктуру, там, допустим, свой сайт, там, инфраструктура для продажи билетов, это все может быть там. Да, хорошо. Что еще может быть? Мы учили поезда, лицензии у нас будут не up front. Зависит от того, как это регулируется, но если мы должны заплатить за лицензию, я бы их перенес из operational cash flow в инвестиции. Я бы добавила их и сюда, и туда, ну и потом по ходу обсуждения либо оставила бы в обоих бакетах, либо бы удалилась какого-то. Почему? Ну, потому что, скорее всего, у нас есть какая-то разовая лицензия, которую мы должны купить изначально, то есть это некий большой кост на то, чтобы нам разрешили заниматься этой деятельностью. И, скорее всего, есть дальнейшие платежи. Да. Если это не так, ты всегда можешь просто убрать. Это, ну, некий твой assumption, который всегда можно обсудить с интервью. Окей, хорошо. Как думаешь, какой еще будет здесь кост такой? В инвестициях. Да. Ну, давайте подумаем. Мы рассмотрели поезда, рассмотрели платформы, которые они оперируют. Опять же, чтобы зайти на это, этот рынок нужно заплатить за лицензию. Теперь еще, что мы должны купить, чтобы войти в этот рынок? Или на что мы должны сильно потратиться? Вот, скорее, на что мы должны потратиться. Вот, сейчас в голову не приходит. Представь себе запуск нового продукта. Любой. Можно сказать, что в этот момент для страны этот продукт новый. Он имеет аналоги, но концепция, она абсолютно новая. Соответственно, когда мы запускаем новый продукт, нам нужно что-то сделать, чтобы люди о нем узнали. Ну, я понимаю, я бы это просто вбил в операционный кашлоу. Есть, ну, несколько видов, скажем так, маркетинга, да, который мы делаем. Есть некий там поддерживающий, давай называем его так, то есть это как раз то, что у нас в опексе сидит. Это такой маркетинг на постоянной основе, всякие партнерские программы, рекламы и так далее. Ну, и есть там так называемая маркетинговая поддержка запуска, когда мы разом вкладываем очень большую сумму в буст нашего продукта. И вот это как раз я бы тоже включила в инвестиции. Ну, хорошо, да, про маркетинг я опять забыл в этих издержках, но в голове это было. Я бы, окей, давайте включим в инвестиции, я бы работал с ним как в операционный кашлоу. На самом деле, вот если мы говорим про операционный кашлоу, там вполне окей, если вы назовете маркетинг как часть из GNA. То есть можно сделать и так. Но в инвестициях сидит отдельный маркетинг, это маркетинг при запуске. Окей, да. То есть вот именно то, что мы делаем для запуска продукта. Так, хорошо, с этим мы разобрались. Сейчас я предлагаю пойти дальше по той же структуре. И какой мы еще не разобрали пакет? Риски. А если мы останемся в payback period? Ну, мы делим одно на другое, получаем payback period. Да, с инвестициями. Окей, инвестиции, да, выручка, да, издержки, да, выручка, нет. Да, давай будем выручку. Давайте посмотрим выручку. Я бы ее бил на две компоненты. Это, собственно, билетная выручка и не билетная. Но так как для этого кейса ты упомянула, что только смотрим на билетную, давайте смотреть в билетную. Да, все правильно, это хорошо. На самом деле ты бы мог даже указать это в структуре, но просто поставить крестик, что мы не смотрим. Это бы дало тебе такое, ну, более широкое видение того, что происходит. Но окей. У тебя здесь есть average revenue. Угу, за пользователя. Да, а если мы говорим только про билетную выручку, то тогда это что? Цена билета, средняя. Средняя цена билета, отлично. Теперь вопрос. Почему мы говорим про среднюю цену билета? Ну, потому что проще обычно все усреднять. Поэтому мы говорим средняя цена билета с пользователем. Ну, не совсем. Средняя, то есть, если мы говорим про среднюю, это говорит о том, что мы подразумеваем не одну ценовую категорию. Или как минимум не одну цену, да, скажем так. Давай подумаем, чем может нравиться цена и что может влиять на то, что ценовые категории будут разные. Угу, я понял, к чему ты клонишь. Тогда среднюю выручку с пользователя, просто как это в эту систему помесь сделать? Понятно, что их нужно как-то бить категории людей на разное и разным предлагать разные цены. Ну, это понятно. Это уже скорее про то, как ты будешь это продвигать. Да. А я задаю вопрос скорее про то, откуда у нас будут деньги. То есть, мы говорим, что у нас деньги, это мы умножим количество. Вот это я бы назвала даже не юзеры, а билеты. Да? Опять. Почему так? Как думаешь? Ну, я понимаю, я просто бью к людям, потому что люди могут ездить, это пассажиропоток. Ну, да, то есть, по факту это количество проданных билетов. Умножить на среднюю цену билета. И мы говорим, что цена билета, она из чего-то состоит. И средняя цена билета, она из чего-то рассчитывается. Ну, скорее, там суммы всех возможных цен поделить на количество. Ну, да. Или даже, может быть, средневзвешенную цену взять, если они, количество разное. Соответственно, давай подумаем, чем нравится цена. Если мы говорим про перевозки, у нас всегда есть разные классы перевозок, правильно? Ну, как думаешь, в скоростном поезде, что это может быть? Это вагон первого, второго класса, возможно, третьего. Или какой-нибудь, допустим, бизнес-класс и стандартный класс. Да. Тоже. То есть, это первый драйвер, да? И у нас также есть, наверное, все слышали, особенно, кто покупает билеты онлайн, про факторы динамического ценообразования. То есть, это те факторы, которые влияют на цену билета в зависимости от того, когда мы покупаем, за сколько времени до отправления, насколько сейчас загружен поезд и так далее. Здесь понятно, что часть вот этой динамики, она идет ко всяким, как комиссия, да, к тем, кто продает наши билеты, но часть, она идет и к нам. Поэтому я бы здесь учла product mix, то есть average, потому что есть product mix. Ну и, соответственно, product mix – это уже все то, что драйвит разную цену. Да, то есть у нас средняя выручка с пользователя зависит от того, каким классом они путешествуют, то есть это product mix. А также она зависит, наверное, от, ну, как ты упомянула, динамической составляющей. Да. То есть тогда, когда эти люди путешествуют. Когда они обычно покупают, насколько загружены там в среднем поезда и так далее. Так, хорошо. Ну и по факту есть еще некая там базовая цена, которую мы должны установить здесь, да. То есть, опять-таки, так как продукт новый, мы не знаем, по какой цене его продавать. Соответственно, вопрос к тебе, как здесь можно подойти к оценке цены. Окей. Я возьму новый лист, так как задача подлезет новой. Задача отдельная. Да. Окей. Значит, наша задача понять, как оценивать новый продукт. Для этого я бы хотел посмотреть на две вещи, наверное. Это то, что важно нашим текущим клиентам. Ну, точнее, что важно людям, которые путешествуют из Мадрида в Барселону. То есть это критерии принятия решения. Не ценовые. И, собственно, текущие альтернативы. То есть то, как сейчас они могут решить свою проблему. Вот, в критериях я бы сделал, они бьются на две вещи. Это скорость и комфорт. Вот. И, насколько я помню из чтения отчетов, скорость важна не то, как ты передвигаешься конкретно в поезде или в самолете, а важна общая скорость. То есть как ты из точки А доходишь до точки Б. Ее бы обилло на три компоненты. Это путь из точки А до поезда, ну, или другого способа перемещения. Это, собственно, путь из точки А, путь из Мадрида в Барселону в поезде. И третий – это путь из аэропорта или станции к точке Б, до которой ты хочешь дойти. Вот. То есть я буду учитывать общую скорость. А комфорт – это какой-то субъективный показатель, просто вот насколько удобно путешествовать различными способами. Так, это я понял. Теперь я бы посмотрел на альтернативу, а как вообще можно из Мадрида в Барселону приехать. Это, я просто ездил, это автобус, это машина, это самолет. И четвертое, возможно, нескоростные поезда. Обычные поезда. Вот. Соответственно, дальше я бы посмотрел скорость среднюю. Ну, я думаю, эти данные будут в кейсе, потому что мы не сможем посчитать это самостоятельно. Вот. Я бы оценил скорость каждой из четырех опций, ее комфортность и, соответственно, текущую стоимость. И, наверное, я бы прайсил нас. Я бы посмотрел примерно по скорости мы соотносимся с самолетом. Соответственно, моя гипотеза, что мы будем стоить чуть дешевле самолета. Так, окей. Хорошо, смотри. Ну, в принципе, то есть логика у Рената верна. Мы действительно должны посмотреть, что мы можем дать нашим клиентам и как по-другому они могут что-то похожее получить. Но вот к этому вопросу можно было бы подойти более стрейтфорвард, а именно назвать три способа ценообразования. Слышала ты когда-нибудь про это? Да, это, наверное, от конкурентов, маркап и... То есть, кост-бейст, это то, что ты говоришь, маркап, да? Когда кост-бейст, бенчмарк – это от конкурентов и value-бейст, так называемый. Вкратце просто расскажу, что это такое. Кост-бейст – это как раз, когда мы понимаем, допустим, у нас там цель стоит купиться за пять лет. При текущих расходах, при текущем рынке и так далее, и при текущей потенциальной доле с учетом цены, какая должна быть цена слэш доля, чтобы мы окупили за пять лет, например. Вот это у нас будет кост-бейст. Есть еще кост-бейст, когда, считаю, при текущих опексах, какую мы хотим маржу. То же самое. Вот то, что здесь у Рената, это скорее относится к некому сочетанию бенчмарка и value-based. Как раз-таки то, что больше подходит для этого кейса, да? То есть, первое, мы смотрим, какие есть способы сейчас и смотрим, в чем мы можем быть лучше каждого из этих способов. Дальше сравниваем цену, которая есть у этих способов и смотрим, где вот в этом списке могли бы быть мы со своим продуктом. Вот, соответственно, проблема вот этого подхода, она только в том, чтобы оценить как раз субъективные вещи, да, такие, как вот здесь у нас комфорт. Вот, и плюс определить, какой приоритет. Вот, допустим, мы выделили здесь два фактора. Скорее всего, их будет больше, да, то есть, это скорость, комфорт, возможно, какой-нибудь бренд или там понимание безопасности для людей, там того или иного способа. Время, мне кажется, еще важно. Да, удобное время и цена еще самое главное. Нет, это в текущих альтернативах будет цена. Нет, почему цена, как критерий выбора. Ну, я, окей, да, тут критерии были не, конечно, не цена. Это не миссия, да, ну, то есть, ладно. То есть, я бы сделал таблицу, типа, критерии, вообще можно это сделать матрицей, что у нас есть, там, допустим, два критерия. Мы, скажем, мы будем лежать где-то вот здесь и посмотреть, а сколько стоят ближайшие к нам игроки. Да, да, окей, хорошо. Соответственно, можно сказать, то есть, нам повезло в этом кейсе, нам не нужно оценивать приоритеты, у нас уже есть данные. Эти данные я дам чуть позже, когда мы перейдем к расчетам. Окей. А сейчас я предлагаю вернуться к выручке нашей, к предыдущей структуре, и проговорить, от чего зависит количество. От чего зависит количество пассажиропотока. Хорошо. Это, мне кажется, это что? Мы берем долю людей, которые путешествуют в Мадрид, Барселону, вообще, которые туда ездят. То есть, это что? Это тот общий объем рынка, и мы берем долю нашу на этом рынке, которую мы можем отъесть у него. Хорошо, отлично. Ну, с рынком понятно, да, нам, опять-таки, повезло, маркетсайз мы не будем делать в этом кейсе, хотя это очень полезное упражнение, и я советую его делать почаще. Вот, но мы поговорим про те факторы, которые влияют на нашу долю. Окей. Соответственно, такой же вопрос, что бы ты здесь назвал? То есть, вопрос, что влияет на нашу способность занять долю этого рынка. Да, все правильно. Окей. Я думаю, что можно на том же листике вот. С этим? С критериями? Ну, хорошо. Мне кажется, это будут те же самые критерии, которые мы смотрим, только это будут финансовые и не финансовые. Вне финансовых это будет скорость, комфорт, расписание, которое есть у нас, насколько оно удобнее, неудобнее, и безопасность. И также пятый критерий будет этот ценовой, то есть, сколько мы будем в итоге стоить. Хорошо, да, но здесь мы проговорили только, ну, так называемый, demand. А, да, это demand side. Да, что мы упустили? Мы упустили supply side. Хорошо. То есть, а сколько вообще нам нужно будет поездов, чтобы быть способными захватить такую долю? То есть, как это будет выглядеть? Давай здесь нарисуем, вот буквально. С точки зрения людей, у нас есть internal и external, наверное. Можно сказать так, да. Если external – это вообще рынок в целом, то есть, сколько людей путешествует умножить на долю, которая захочет путешествовать с нами, а internal – это количество поездов на частоту их перемещения и, наверное, какую-то адекватную загрузку. Да, да. Ну, я бы сказала, скорее, количество поездов умножить на количество рейсов, потому что загрузка, она уже определяется вот этим external фактором. Да, то есть, у нас получается по факту количество поездов умножить на загрузку. Не, я имел в виду загрузка внутри поезда, то есть, чтобы там не питком все было, а, допустим, 50% поезда загружено. А, ну, мы будем считать по сидячим местам. То есть, мы делаем assumption, что… А, да, там все сидят. …копасть – это сидящее место. Окей, тогда загрузка, наверное, не нужна. То есть, это не метро в Москве. Да, да, да. Так, хорошо, ладно. В целом, мне все нравится, да, то есть, мы подробно расписали все факторы, которые будут влиять на наш кэшфлоу. Я думаю, что мы можем перейти сейчас к части расчетов. Да, давайте. Давай сначала обговорим, то есть, то, что мы говорили по цене. Сделаем небольшой расчет, и дальше я дам все оставшиеся данные. У нас есть анализ, который показывает три возможные цены, которые могут быть у нас, и три возможные загрузки. Соответственно, цена в 60 евро за билет даст нам загрузку в 60%. Цена в 50 евро даст нам загрузку в 80%. Окей. И цена в 40 евро даст нам загрузку в 95%. Окей. Вопрос, как нам определить оптимальную цену? Хорошо, тут я бы еще запросил два дополнительных… Сейчас. Есть ли у нас какие-то дополнительные издержки на одного пассажира? То есть, от того, что у нас растет общая загрузка, не тём ли мы какие-то дополнительные издержки от этого? Хороший вопрос. Я предлагаю не учитывать эти издержки, так как они очень маленькие. Упрощающая предпосылка. Очень здорово. И второе. То есть, математически можно рассчитать и без абсолютных цифр, но я бы, наверное, запросил вместимость одного поезда, чтобы перейти к абсолютным цифрам. Если есть такая информация. Без абсолютных цифр, окей. Тогда я бы взял минутку и вернулся бы к тебе с ответом. Давай. Окей. Лучше поставить цену 50 евро. Почему? Как ты посчитал? Хорошо. Как я это делал? Я говорю, пусть х – это максимальная капасити. Тогда у нас три опции. Это 0,6х, 0,8х и 0,95х. Я каждый раз, так как у нас издержки не меняются при прочих равных, я просто максимизирую выручку. Я рассматриваю три альтернативы. Взять 0,6х умножить на 60, я получаю 36х. Умножая 0,8х на 50, получаю 40х. И умножая 0,95х на 40, получаю 38. Да, отлично. Соответственно, 40 – это наша оптимальная цена. И теперь такой вопрос, немножко логический. А что показывает эта цифра? Сейчас подумаю. Это показывает среднюю выручку с одного доступного места. Независимо от того, загружено оно или нет. Да, если у нас есть 100 мест, то 40 евро мы будем получать в среднем с одного места. Независимо от того, пустого оно или нет. Да, отлично. Хорошо, давай тогда остановимся на этой цене и движемся. Давайте дальше. Хорошо. Ты спрашивала про количество поездов. У нас есть эта цифра. То есть мы изначально определили, что мы купим 4 поезда. По количеству рейсов с учетом доступности инфраструктуры каждый поезд может делать в среднем 2 рейса в день с учетом доступности этого поезда 350 дней в году. То есть мы делаем поправку на 15 дней в году, в течение которых поезд на техобслуживание. Окей. Хорошо. Меня всегда интересовало в таких кейсах 2 рейса в день. Получается, обратно или... Туда это один рейс, обратно второй. Все. Я просто как-то на интервью забыл это уточнить, и я потом очень долго переживал. Я думаю, что надо это уточнять, потому что у меня это может быть так, а у другого интервьюера может быть 2... Да, то есть 2 рейса может обозначать как-то туда и обратно, туда и обратно. Да, все правильно. То есть это может быть one way или может быть return. Да, хорошо. У нас это one way. Так, а мы знаем капсидесятого поезда? Да, знаем. В одном поезде 500 сидячих мест. Окей. 500 мест. Что я сейчас буду делать? Я буду оценить выручку, которую мы можем получить. Получается, за год с 4 поездов. У меня вопрос. Почему ты сразу решил считать выручку? Ведь я еще не дала тебе данные по затратам. Потом я бы перешел к затратам. Так, хорошо. Здесь тоже такой момент. Он достаточно важный, потому что есть некий способ, который вам очень часто позволяет сделать шорткат в расчетах и не считать лишние большие цифры. В нашем случае, ну и вообще везде, на интервью очень любят, когда кандидат считает вместо каких-то полных чисел числа вроде gross margin и там unit margin. Здесь можно сделать то же самое. Если есть, отлично. А что тебе нужно, чтобы это посчитать? Мне нужно понимать, сколько мы... То есть я выбил... Я бы смотрел gross margin и operating profit margin. Здесь у нас есть эта информация. То есть gross нам дает... Мы вычитаем все сопутствующие издержки на продажу этого билета в среднем. Если берем operating margin, то мы вычитаем вообще все издержки, переводим их. Ну и получается... Мы говорим, какая будет доля издержек в нашей выручке? Да, ну нам не нужно считать именно profitability, то есть нам достаточно посчитать profit, то есть нам не нужно считать процент, маржинальность, нам достаточно посчитать абсолютные числа. То есть, что здесь я имела в виду? Что у нас есть некая выручка, допустим, с поезда. И нам дальше нужно понимать, какая часть этой выручки будет являться прибылью. Для этого нам достаточно будет вычесть переменные издержки на один рейс. Ну да, в зависимости от того, как это структурировать, можно от рейса идти, можно от дней, можно от мест, можно от выручки. Да, вот вопрос. Как думаешь, какой фактор переменности в данном случае будет максимально применимым? Скорее всего, рейс. Да, потому что я уже сказала о том, что наши затраты на одного пассажира, они несущественные. Да. Это значит, что на пассажира мы уже не берем. Да, соответственно, если мы говорим про день, странно как считать день, если мы уже обговорили, что топливо является основным критерием. А это значит, что, чтобы рассчитать топливо, нам нужно понимать, сколько рейсов. Соответственно, да, я предлагаю на рейс. Окей. И, соответственно, какая еще информация тебе будет нужна? Хорошо. То есть мы считаем сначала издержки на рейс переменные, а потом из них еще вычитаем все постоянные. Да, все правильно. Постоянные у нас будут в год. Окей, да. Какие у нас основные драйверы издержки на один рейс? Это топливо, оплата людей и оплата инфраструктуры, которую мы арендуем. Да, все верно. И все это вместе на один рейс будет составлять 7000 евро. Окей. Все это вместе составляет 7000 евро на один рейс. Так, хорошо. Сейчас что я делаю? Я считаю выручку с одного рейса, перехожу к прибыли с одного рейса, перемножаю, получаю gross profit. Окей? Давай. Вот. Мы помним, что у нас есть 500 мест, 40 евро с места, средняя загрузка, получается 20000. Сейчас я уточню с ноликами. Да, это как 5000 на 4, то есть 20. Окей, 20000 евро у нас выручка с одного рейса, 7000 издержки, значит, gross profit это 13000 евро. С одного рейса. Да, отлично. У нас 2 рейса в день 26000. 4 поезда на 4 это примерно 100, 104. Да, это 25 на 4 плюс 1 на 4. 104 тысячи получается в один день. А gross profit отдают нам 4 поезда. И затем я умножаю 104 на 365. Это я сначала умножаю 100 на 365, а потом прибавлю 4% к этому. Сколько это будет? 365. Раз, два, тысячи. 4%. 6,5 миллионов плюс 4%. Я бы округлил. Если не точно, я бы сказал примерно 38 миллионов. Ну давай округлим хорошо. Давай возьмем 38 миллионов. Это что у нас? Это gross profit за год. Да, отлично. Четырех поездов. Сейчас еще хотелось бы сделать тоже небольшое замечание. Понятно, что из-за того, что я фоучу Рената, он меньше драйвит кейс. Но в целом нашим зрителям я бы хотела сказать, что есть еще одно важное качество, которое нужно проявлять. Это драйв. И собственно есть такой пункт про мини-выводы. Мини-выводы или как говорится, чем? Step Back. Соответственно, когда мы делаем Step Back, мы должны объяснить, что у нас есть на данный момент, к чему мы только что пришли, и как это вписывается в нашу общую картину того, что мы делаем, чего нам не хватает. Вот, соответственно, сейчас мне бы хотелось передать инициативу тебе, чтобы ты сделал небольшой Step Back и сказал мне, куда мы двигаемся дальше. Сейчас давайте Step Back вообще, что вы поняли. Один поезд дает нам 20 тысяч выручки при издержках 7 тысяч, получается доля издержек в выручке 35%, получается 50-65, мы это Gross Profit Margin. Это очень хорошая маржа. Вот, дальше я делаю шаг вперед и говорю, а сколько же нам 4 поезда принесут за год? 38 миллионов евро. Тоже получается вполне солидная цифра. Сейчас я бы пошел дальше, то есть мы поняли все, что касается Gross Profit, я бы перешел дальше в структуру издержек, а какие издержки мы будем нести ежегодно на эти поезда. Это будет первое. И второе, перешел к инвестиционным издержкам. Да, отлично. Давай, будем префиксировать, да, тогда. Окей. Вот, мы понимаем, что поезда будут приносить нам 38 миллионов евро в год. Вот. А теперь давайте посмотрим, какие у нас есть еще фиксированные издержки. Это тех, я думаю, основные драйверы. Это техобслуживание, лицензия и прочее SG&A. Техобслуживание, лицензия, SG&A. Возможно, да. Да, если мы здесь, скорее мы будем говорить про прибыль, там, до вычета налогов и процентов, да, соответственно. Кстати, небольшой комментарий, я никогда в кейсах не встречал налогов, очень. Ну, все правильно, потому что обычно считают и беду, то есть говорят Profit, а имеют в виду и беду, то есть Earnings Before Interest, Taxes and Depreciation. Соответственно, мы не учитываем здесь ни амортизацию, ни налоги. Но, чтобы не попасть в просаг, потому что могут быть кейсы, где это надо учесть, я все-таки советую изначально это с интервьюером обговаривать. Да. То есть будем ли мы учитывать налоги, проценты, или мы будем считать там и беду. В нашем случае мы не учитываем, опять-таки у нас легкий кейс, на самом деле мы не углубляемся. Соответственно, мы назвали трезвыми блока, да, это Maintenance, это GNA и лицензия. Так, хорошо. Соответственно, на все это в год мы будем тратить 10 миллионов евро. Окей. Значит, получается, мы тратим всего около трети от Gross Profit, то есть мы в год будем получать 28 миллионов. Это тоже очень хорошо. То есть у нас Gross Margin примерно 65%, и дальше от этого всего треть мы забираем. То есть в итоге у нас очень, так хорошая маржинальность, порядка 40% получается. То есть я беру треть от 65%. Точно 40, да? Я не считала. Я тоже не считала, это прикидка. Тогда посчитайте телезрители за нас, мы не будем считать сейчас. Ну, я думаю, все правильно. Я беру треть от 65, это около 20, то есть около 45, чуть меньше, мне кажется, 42. Ну, хорошо. Значит, в любом случае плюс-минус 40% у нас будут избежки занимать, да, и, соответственно, больше 50% это будет... Не-не-не, наоборот, наоборот, 42% это Operational Margin. А, это Margin. Да, это маржин. Как тебе кажется? Это очень хорошая показатель. Ну, да, неплохая. Тем более для такого бизнеса, мне кажется, здесь цифры немножко подобные. Наверное, в реальности не так. Так, хорошо. Собственно, что нам нужно дальше? Тогда переходим в Investment Block. Да. То есть то, сколько нужно проинвестировать, чтобы получать такую неплохую прибыль. Хорошо, смотри, стоимость поезда одного 15 миллионов евро. Стоимость всех прочих затрат, про которые мы говорили, 5 миллионов евро. Окей, 15 миллионов евро стоимость одного поезда. И 5 миллионов это что? Это стоимость того, что мы здесь проговорили. Это все прочие единовременные издержки. Окей. У нас было 4 поезда. Да. Значит, на поезда нужно потратить 60 миллионов евро. И еще 5 миллионов потратить на прочее. В сумме получается 65 миллионов. Окей. Ну, беглый взгляд показывает, что период покупаемости будет чуть больше 2 лет, но меньше 3. Вот сейчас я предлагаю посчитать его чуть более точно. Давай посчитаем, да? Так, давайте посчитаем. 2,5 миллиона, ну окей, да, 2,33 года. 2,33, что мы здесь не учли? Хороший вопрос. Мы могли не учесть, как выручку мы учли всю. И операционную выручку, короче, в операционную профите, я уверен. Возможно, мы забыли что-то учесть в общих издержках, но так как ты сказала, что 5 это все включает, то мы учли все. Да, в инвестициях. В инвестициях. Вот, хорошо. Был еще один момент про инвестиции в самом начале. Это тоже очень важно. Есть какие-то мелкие данные, которые интервьюер дает в начале, которые должны вылезти в конце. Часто кандидат, естественно, про них забывает, потому что нервничает или не записал, или записал, но забыл, к чему он это записал. И не учитывает это там, где... Год строится поезда. Да, все правильно. То есть, пока я говорила, и Нат вспомнил, это хорошо. Соответственно, насколько увеличится наш payback period из-за этого? Ну, смотрите, за 2,33 мы окупим, как только мы начнем приносить прибыль. Да. Но еще год пройдет, чтобы мы строили поезда, поэтому 3,33 года. Отлично. Переходим к рекомендации? Не совсем. Это вот еще один момент про стабэк. Что у тебя есть в структуре, что ты еще не рассказал? Окей, да, стабэк. Мы получили, что сейчас окупаемость 3,3 года, это очень здорово, это меньше 5 лет, подходим по этому критерию. Но также в структуре остались риски, которые мы не покрыли. Можно перейти к ним? Давай, да. Мне от тебя нужна такая очень грубая качественная оценка того, какие риски тебе кажутся здесь наиболее значимыми. Окей. Особенно риски, так как они рассматриваются в конце, на них остается мало времени, да. Лучше просто прогнать в голове несколько фрайворков, вытащить из них 2, 3, ну максимум 4 блока, которые актуальны к вашему кейсу. И просто их назвать. Если интервьюеру будет интересно, он попросит вас детализировать, да, что-то из этого. Давай, если мы прогоним кисты, что из этого подойдет подмогу? Мне кажется, наиболее релевантный для нас это политический риск и технический. Хорошо. Перед нами стояла задача, стоит ли инвестировать в поезда, если да, то зачем? Ответ «да» стоит и payback period составит 3,3 года, что хорошо. Теперь несколько фактов. Хорошо. Потому что нужно до 5 лет. Да, это тоже надо. Хорошо, да. Теперь несколько фактов о проекте. Operational profit будет порядка 28 миллионов евро в год. Инвестиции составят 65 миллионов евро. И, соответственно, период укопаемости будет 3,3 года с учетом того, что год они будут все это строить. Также нельзя забывать о рисках. Я бы выделил два основных блока. Это политические риски и риски технические связаны с имплементацией этого проекта. Но overall мы считаем, что вам стоит инвестировать в этот проект. И он удовлетворит вашим критериям. Хорошо, спасибо. На этом мы закончили наш кейс. Я думаю, что Ренат отлично справился. Ренат, что думаешь? Да, спасибо большое. Кейс был очень интересный. Особенно было интересно, что я ездил на этих же поездах из Мадриды в Барселону. То есть их все-таки запустили. Все-таки запустили. Да, и рекомендация была верной. Собственно, мы будем еще снимать видео, да, Женат? Будем. Так что следите за обновлениями. И большая просьба, если у вас есть комментарии, предложения или вопросы, обязательно пишите их в фоксике внизу. Всем пока!